МОМЕНТ ИСТИНЫ Год для всех был разный. Вообще год тяжелый был. Есть личные проблемы. Из-за потери, да. И Сергей Владимирович? В нашей семье. Который ушел? Да, ушел отец. Был очень тяжелый съезд, который позволил назвать все своими именами. Я не испытываю радости победы, а испытываю горечь, что пришлось до этого довести. Потому что все это можно было сделать совсем по-другому и по-человечески, без того, чтобы в течение четырех месяцев оскорблять своих коллег, и уж тем более старика патриарха детской литературы. Вы понимаете, какая штука? Мы знаем проблемы, мы их слышим. И вот это несоответствие между артикулированием проблемы и, собственно, ее решением, потому что можно решить конкретную задачу и снять представителей пожарной охраны, потому что произошла чудовищная трагедия. Кстати, меня поразило, что в это время были какие-то праздники. Жириновский гулял на полную катушку, медали вешал. Ну, дело совести каждого. Но все равно проблемы системные. И то, что недавно президент применил слово «разгильдяйство общее», оно, в общем-то, определено безнаказанностью. Я с тупостью маньяка продолжаю утверждать, если у народа не будет объединяющего дела прибрать страну, да, ну как, ну что, сумасшедшие, что же, ну что, взять, мы и правда проводим в субботнике. Не в этом дело. Дело в системе. Дело в отношении к стране. Дело в том, что не просто прибрать это конкретное место, хотя это тоже очень хорошо, а дело в том, чтобы осознавать, что если не ты это сделаешь, твою страну приберут другие. Сейчас, когда продолжается экономический кризис, многое пересматривается. Люди, не все, конечно, но многие находят утешение в музыке, в искусстве, прежде всего молодежь. Может быть, не так много, как хочется, конечно, но что касается объединяющей этих людей идеи, причем идеи, которые объединили бы целую страну, А вот какая национальная идея во Франции, кто-нибудь может сказать? Или в Англии? У скандинавских стран, которые бурно развиваются, какая национальная идея, как она формулируется? Ведь нет ответа на этот вопрос. Они развиваются и все. Я хочу спросить, а в России в целом сейчас что-нибудь меняется? Меняется. Я считаю, что меняется. Я считаю, что меняется за 20 лет, так сказать. Андрей, мы говорим о нанотехнологиях. Понимаю, согласен, но когда наряду с этим мы абсолютно не говорим просто о своей земле, не ухоженной, не засаженной, не убранной, об огромных просторах, которые заросли березовыми рощами, которые когда-то давали хлеб, эта земля требует крестьянина, человека, который получает удовольствие и достаток от того, что он занимается землей. Все остальные нанотехнологии в мегаполисах, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, там будет совершенно другая жизнь, это будут такие острова цивилизации. А все остальное, когда ты едешь по Тверской, по Вологодской, по Ярославской, отъехал от прекрасного Ярославля церквами, поехал дальше, и вдруг ты видишь, что там нет ничего. Я только представлю тебе, когда на одном из совещаний руководства губернского разбирается вопрос, а 27% безработица в этом конкретном регионе X, а вторая бумага о разрешении нанять Молдаван на работу. В одном и том же месте, в одном и том же месте 27% безработицы, о, какой кошмар! А нельзя ли разрешить им, чтобы Молдаван не работал? Нет, 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 нет chance. Нет, вот точно так же, как я абсолютно уверен, что никакой шоу-бизнес, даже эффектный, как Мадонна, никогда не вытеснит классическое искусство. Вот точно так же я думаю, что нанотехнологии вообще прогресс... Вот послушайте, просто послушайте. Это музыка, это как солнце. Но лучи солнца плохо согревают землю, если свою землю не согревает сам человек, и это истина. Испысленность будет. Потом это, знаете, надо это любить, надо это хотеть. Но один человек сказал замечательную фразу, для чего мы, русские, легко завоевываем пространство и как бездарно их используем. Это ведь касается не только пространства географического, это в спорте, в машиностроении, это в теннисе. Ну, только что, Никита Сергеевич, Майя Михайловна Плесецкая, наши гости сегодня, издают новую книгу своих мемуаров, объединив в эту книгу две книжки свои, написав большое предисловие новое, так вопрос о том, как на самом деле трудно, даже в великим иной раз стоять на земле, говорить правду. И вот такой образ России, и характеристики людей, ну, вот все как было. Выходит новая книга Майя Михайловна Плесецкая, и не скандал, конечно, но вопрос о том, какая в этой книге Елизавета Герт, учитель Майя Михайловна, и какая в этой книге Екатерина Фурцова, министра культуры. Я что, Фурцова, что, не так написала? Да. Я правду написала, а правду, значит, не записать. Я в книге не стремилась, чтобы меня все любили, потому книга такая. Можно было быть очень милой, гладкой. А я хотела писать правду о своей жизни. Я хотела написать так, как было. Все, что есть в моей книжке, сущая правда. Но я хочу и защитить Фурцову. Любой человек на ее месте был бы еще хуже. Она не была плохим человеком. Она обязана была все запрещать. А она понимала это, что она тоже узник? Думаю, что да. В большинстве случаев понимала. У вас были с ней откровенные разговоры? Очень откровенные. Вы знаете, самое откровенное, что было? Что я чувствовала, что что-то с ней должно произойти. Она какие-то фразы бросала. Например, я уйду министру. Вот я умру министром культуры. Она многим это говорила. Да, и это. Потом она говорила, я уйду из жизни тогда, когда я этого захочу. Это, она говорила. Я ей подарила красивую вещь меховую. И она подошла к зеркалу и сказала, как красиво. Но это вряд ли я это смогу, успею поносить. Этого я никому не рассказывала и в книге не писала. Я сейчас вот Андрей Бам это рассказываю первый раз в жизни. Это было дней за 8, за 10 до смерти. Самоубийство министра культуры. Вот это было откровенно. То есть она понимала, что я догадаюсь, что она сделала это сама. Вот это интересная вообще вещь. Мы только сейчас начинаем, после того, что цивилизованное общество, смотреть на то, как живет мир, мы будем так же. Мы только сейчас начинаем понимать, что все равно без корневой системы так вот механически ничего не привьет, что только будет уничтожаться. А для Михалкова-старшего слава. Он прожил длинную-длинную жизнь. Дело в том, что он никогда об этом не думал. Он терпеть не мог детей. Он, когда приезжал на дачу, и бежали внуки к нему, да, дадочка, да, дадочка, где ты был? Он говорил, какое ваше дело? Он не любил детей, как может их не любить ребенок. Они его раздражали, как ребенка, которому пристает другой ребенок. И поэтому он гениальный детский поэт. У меня опять 36,5, облака, облака, кучерявые бока и так далее. Из него летело это. Это замечательная история, когда мамочка начала писать лирическое стихотворение. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный и на мостике горбатым повстречался с белым братом. И дальше должно было быть лирическое стихотворение. Мама пошла гулять. А папа пришел, прочел это и дописал его. Говорит, барашек белый, братец, вот какое дело. Ты стоишь ли на пути, нам вдвоем здесь не пойти. Короче, заканчивается тем, что в этой речке утром рано утонули два барана. Он это сделал не потому, что мама не могла мне написать. Он такой, это полетел у него. И говорит, Наташа, извини, я вот тут за тебя запят. Сережа, я же хотел совсем другое. Но вышло вот это. А мама всегда говорила, что ему было 13 лет. Ведь он же бесстрашно, абсолютно написал в горе в музее Сталина, уже вот в эти времена сейчас. Я ему верил, он мне доверял. Это очень честные слова. Это его великий слоган. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертий. Это Михалков? Да. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертий. У вечного огня. Да, у вечного огня. И слава Михалкова. Потрясающий слоган сейчас, если Бог даст, будет премия его имени. Сегодня дети, завтра народ. Это гениально, Андрей. Это все сюда умещается. Сегодня дети, а завтра народ. Какие будут дети, такое получит. Он завидовал кому-то, Чуковскому завидовал? Никогда. У него зависти вообще не было. Ну, трудно поверить. Он любил часы, лекарства, авторучки. Это мне от него передалось. Лекарства, все, потом никто не помнил, от чего это. Андрей Тарковский перепул слово французское горло и пятновыводитель, и они с Андроном работали, и Тарковский плюнул себе от горла пятновыводителя. Потом у него там все закаменело. Он абсолютно непритязателен. Когда он остался один, у меня была мама, и не появилась еще Юля, и он жил практически один, я к нему зашел, я был совершенно потрясен пустотой, пустым холодильником. Не было, что денег нет. У него не было вот этого накройте стол, да. Он был абсолютно, как, кстати говоря, ребенок непритязателен. Вот он что-то увлекался, да, он начинал что-то делать, он мог весь день заниматься. Или просто старость, когда все равно какая лампочка. Не, 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 он был всегда такой. И в то же время жесткий характер. Однажды мы с ним ехали на дачу, шел чемпионат мира по футболу, и была какая-то очень интересная игра, мы спешили, и мы с ним заспорили про стихи, про идеологию, про то, про сё. И, короче говоря, в запале, я могу, да ладно, ты тоже, а у Тома, а у Тома, ребятишки плачут дома. Тоже мне поэзия. Пишешь стихи про какого-то негра, который вот настраивает машину и говорит, эти негры тебя кормят. Вон. Выгнал меня и уехал. Я шел 18 километров пешком. То есть, в нем была определенность и стержи. Ты можешь ли представить, что с ним сделали бы в новые времена, если бы хоть что-нибудь нашли такого, где он замешан, что он кого-то где-то посадил, подсадил, написал, хоть что-нибудь. Вы знаете, если есть тайны, которые хочешь сказать, она уже не тайна. Ну вот, посмотрите, Майя Михайловна, как замечательно вот только что Никита Сергеевич Михалков говорил о своем отце. Вы знаете, это больное мое место прямо рано. Вы своего отца помните плохо, потому что расстреляли его, когда вам лет-то было мало. На Шпицбергене, где ваш отец, Майя Михайловна, добывал уголь, до сих пор в музее его портрет. Мне почему-то кажется, если в жизни человека нет большой любви, муж, отец, большой любви в семье, никогда художник большим мастером не станет, если нет любви. Не получится что-то, не срастется. Щедрин для вас. Ваш муж, выдающийся композитор, он часто ругает вас. Всегда говорит, всегда говорит, я, к сожалению, не всегда слушаю. И сколько раз я его не послушалась, столько раз я проиграла. Вот это тоже я никому не говорила. А вы ему, вы тоже все простите? Его ошибки, его, да что угодно, господи. какое-нибудь увлечение, я не знаю. Все-таки он ездит много по миру, не всегда с вами. Вы знаете, нет у него увлечений, никогда не было. Вы, наверное, это знаете? Да, я знаю. Как это можно знать? Вот так, никто не знает, а я знаю. То есть, вас Щедрин ни разу не обманул? Ни разу. Говорят, что так не бывает, значит, бывает. Может быть, и не бывает, но только это один, единственный случай на Земле. И вообще, я хочу сказать, что дух не бывает инвалидом. Вот дух, если он есть, дух не бывает инвалидом. Это надо понимать. Замечательное слово. Дух не бывает инвалидом. Ты прав, я говоря, что без любви большой мастер никогда не будет большим мастером, не срастется. Не только большой мастер. К отцу, да, я смотрел, и там о Сталине был маленький кусок Сергея Михалкова. Я ему верил, он мне доверял. Два года назад Сергей Михалков Значит, очень долго издевались над одной фразой Сталина. Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Это он сказал по поводу девушки и смерти, Горького. Вильмонт, моей матери, говорил, что теперь во всех сочинениях Гёте в предусловиях писать эту штуку посильнее, чем Фауст Гёте и так далее. Но это была нашей интеллигенцией кастрированная фраза. На самом деле полная фраза выглядит так. Эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть. И вот то, что партийный функционер сказал про произведение Горького, что это посильнее, чем Фауст Гёте, это показывает его как идиота. А когда дописывается фраза «любовь побеждает смерть», то это говорит о том, что это глубокий и нелишённый метафизической полноты мыслитель. Но вот у Фурцевой не было, судя по всему, так вот случилось в жизни, сильной любви не с супругом и смерть победила любовь. Ну, у Фурцевой вообще вопрос очень сложный. Фурцева входила в самые разные политические союзы и вот то, что рассказывает Плесецкая, знаете, бывают ситуации, когда человека тайно чуть-чуть коснулось. Если он налетел на неё всем собой, то она его чаще всего испепеляет. А вот иногда так она пролетела мимо, как птица, коснулась крылом, ушла. Вот эта загадочная фраза Фурцевой, ну, первый смысл, который абсолютно понятен, конечно, определяется тем, что Фурцева очень глубоко понимала, какие тайные интриги творятся при дворе. Она великая женщина, сказал откровенно, я не знаю, что, я не знаю, никаких поднакотных течений, и никто их не знает, я думаю, да, самобисно, что творилось в Кремле, там, почему, как, та же борьба за власть. Но ты согласен с Майей Михайловной, что Фурцевой было важно, чтобы люди понимали, я знал, что она была человеком очень сильным, с большим чувством патриотизма, она была очень значима. Ну, как бы, я умру, министр. Я знаю, что были люди, которые строили себе дворцы, и их никакой партийный контроль не касался. Вопрос в том, во что играли кремлевские шахматисты, и когда они проигрывали, то вдруг обнаруживались их дачи, их серебряные сервизы, сейчас очень смешно по сегодняшним временам. Речь была о том, кто проиграл и кто выиграл. Игрышные страшные, очень глубокие, и Фурцева была в них полностью. Полностью. Но что она отнюдь не принадлежала к либеральному крылу внутри этих игр. Более того, именно она составляла списки евреев в 49-м, будучи вторым секретарем горкома партии в Москве, на высылку. Тихон Николаевич Хреников перед смертью говорил об этом. В любом случае, она, ну, никак не была. Ей поручили, она не могла отказаться, но она еще и была идеологом. Конечно, списки были огромные. Если бы не смерть Сталина, евреев бы не было в Москве. Понимаете, в чем дело? Наша страна была бы в таком позоре для всего мира. Потому что евреев собирались вывозить уже из Москвы. Имя, которое мы с вами упоминали сегодня, ей было поручено. Фурцевой. Да. Вывезти всех евреев из Москвы. Никогда этого не знал. Ну, вот так, знайте. Вот так. Да, нет, но не в этом даже дело получалось тому, кому оно нравилось. Сталин с толком поручал. Он со вкусом выбирал исполнителя. При этом Сергей Иванович Михалков однажды приехал к нам в Болшево в школу. Кто-то из ребят спросил его, что такое счастье девятиклассников. Ну, он, правда, как-то вдруг очень откровенно становился. Он сказал, что счастье это возможность, дорогие дети, послать без всякого страха к такой-то матери. Ну, он мягко сказал, естественно. Как можно большее количество высоких должностных лиц. А это специальная независимость при Сталине. Абсолютное ощущение того, что от людей требуется некое дело, и те люди, которые способны сделать крупное дело, не обязаны быть локеями. Он понимал, что в определенной степени локейство, оно ломает что-то в людях, а тогда эти сломанные игрушки не могут сделать то, что ему нужно. Главная тайна Сталина для меня заключается в том, что ему что-то было нужно. Очень близкий человек к Мао Цзэдуну, и он мне рассказывал о встрече Мао Цзэдуна со Сталином, а Мао Цзэдун относился к Сталину с гигантским уважением, понимая при этом, что Сталин к нему относится очень сложно. И вот когда все вопросы были обсуждены, Мао наконец спросил Сталина, ну, если все сейчас, что самое стратегическое, что главное, в наших народах, вот в нас, как политиках, что мы должны сделать, что есть главное. И Сталин ответил, главное, чтобы народ работал. И чем дольше я живу, тем больше я понимаю, как глубина фразы. Спецназ на воде. Все спокойно, все хорошо. Посмотрите, пожалуйста, на эти кадры. Главное, чтобы народ работал. О том, что народ работает, то уже Жириновский, наш витес-спикер, лучше любого другого готов объяснить. А это вот депутат от ЛДПР, правительственная резиденция. Минувшее лето, состязание на воде. Смысл состязания, кто быстрее со всей дури врежется друг в друга, кого в воде окажется больше, а в результате столкновения, тот и победил. Поэтому налог о том, как должен отдыхать настоящий депутат или чиновник. На самом деле, как надо отдыхать от работы. Лебедь плывет, шипит у него, горлышко такое. Ну, ружьишка можно. Попыл близко так, хоп, снес головку. Вот так надо убивать лебедей. В том году отдыхал, их было пять. Пять лебедей. Сейчас нету пятого. Вот все эти рестораны, пьянки, людей уже чуть не рвет этими деньгами. Вот это все как пародирование капитализма. В какой руководитель Голдман Сакс будет так гулять? Это пародия. Когда-то Татьяна Ларина говорила, глядя на Евгения Аникина, уж не пародия ли он. Почему это все происходит? Россия, как душа, может либо взлететь на невероятную высоту, либо пасть. Нет этой середины. Спрашивают о незасеянных полях, чему они работают. А вот не будет великого смысла, великого огня. Не воспламенит этот великий огонь народ и будет он прозябать. А это куда делать сегодня? Ведь вот мы говорим национальные идеи. Мы спорим, есть она во Франции, нет ее во Франции. Но футбол, наша сборная, ничто так не обвиняет наши российские народы, как футбол, когда серьезные матчи. Но я предполагаю, что там, в Словении, была пьянка в команде. Это, думаю, частично еще и славянский характер. Потому что, да что там нам надо-то всего один гол забить? Ну, да какой-то там славенький. Да какой-то там славенький. Что там, ну, в конце концов. Ну, один-то мы завалим. Вспомните Карелина, когда он мог стать четвертый раз, по-моему, да? Потрясающе интересная вещь. Чисто психологически. Я с ним разговаривал. Он говорит, я не мог понять, что происходит. Это совсем молодой парень. Мне даже делать с ним нечего. Почему? А потому что это уже действительно легенда четырежды. А там еще есть политика и много всего разного. А если ты не концентрируешься вот в одну точку. И эта девочка наша Исамбаева, да, Прыгуния, потрясающий человек, который когда проиграла, как она точно объяснила, почему. Как она бесстрашно это сказала. Она сказала, что да, решила, что все, держу Бога за броду, все. И через какое-то совсем небольшое время она ставит мировой рекорд. Она говорит, я сделал выводы, это для меня урок. Если ты до конца не концентрируешься на том, что ты должен довести, ты можешь этого не сделать. И эта самонадеянность наша, так сказать, да ладно, она приводит к огромному количеству потерь. Вот тот же самый матч со Словеньем. У каждого народа есть его тайна. Мы все время говорим о русской идее, национальной идее и так далее. Мы о тайне не говорим. Тайна России это то, что она душа мира. В этом ее величие и в этом ее падение. Душа может очень низко пасть. Нести всему человечеству правду и истину и Великое Слово и ради этого становиться чемпионом мира чем угодно. Вспомните два послания. Одно из них адресованное своей армией Петром Великим и другое адресованное своей армией Карлом XII. Петр Великий перед Полтавой написал «Войны! Пришел час, который решит судьбу Отечества». Карл XII написал «С этой минуты армия получает тройное жалование». И кто выиграл? Кто выиграл? Петр. Дух выигрывает. Миром правит невещественное. Миром правят великие смыслы. Безлюбость. Вот нету великой любви. Зачем? Скажите мне, зачем? Но почему? Как почему? Несколько поколений несли некую вещь. Поколений? Да, конечно. Вот на себе Сергей Иванович, вот вы можете себе представить? Наверное, можете, конечно. Заместитель министра. Человек, как я понимаю, состоявшийся. Он долгие годы был заместителем министра, причем в разных министерствах. Потом в Югсе работал господин Самосев, один из ближайших сотрудников Ходорковского. Наше предположение, сейчас будем разбираться, из-за денег может отправить в тюрьму наше предположение, что это сделал лично, он из-за денег. Акции завода на Кубаре. Собственного зятя, отца своих внуков, двое ребятишек. На 9 лет. Господин Самосев, Александр Володич, является моим отцом. Мой муж, Герман Политимский, работал вместе с моим отцом. Когда он был заместителем министра? Заместитель министра Минтоп Энерго, затем Минтепс Финансов Российской Федерации, работал в Югкосе. Он создал свою компанию, которая занималась различными проектами. А мой супруг на каком-то этапе занимался, так сказать, новыми проектами в этой компании Сетхолдинг. Что они не поделили? Ваш муж и ваш отец? Они ничего не поделили. Просто был завод Новокубанский. Коньяк. Коньяк. Единственный в Краснодарском крае, с большой территории. Когда мой папа приобрел некоторое количество акций этого завода, супруга вообще ничего не было оформлено. Он не имел вообще никакого отношения к этому заводу. Он не был ни акционером, ни директором, вообще не вел никакой финансы. Он занимался подмосковными проектами. И в какой-то момент нужно было у других акционеров эти акции довыкупить или забрать. Я не знаю, как это правильно назвать. Просто так забрать по закону невозможно из лица. И вот организовали такое дело. В 2007 году было постановление о ложении арестов. Или ваш отец это закон. Это инициатор был. Такого захвата? Наверное, можно сказать, да, такого захвата. А уже в 2008 году для того, чтобы этими акциями воспользоваться, было организовано дело в отношении моего мужа. Уголовное дело. Уголовное дело, по которому мой муж являлся организатором вот этой якобы преступной группировки. Вы предполагаете, отец заказал такое уголовное дело? Ну, я не предполагаю. У нас в уголовном деле написано, что компания Светхолдинг Самусев Александр Львович в отношении моего мужа. Ну, конечно. Донос, ну, как полагается, для возбуждения. Да, конечно. Ваш супруг сегодня в тюрьме? Да, да. Сколько уже он сидит? Полтора года, вот с момента, когда у нас началось это дело. Итак, еще раз, Ирина, тем очень деликатно, и ради бога, простите меня, мои вопросы. Вы убеждены, что ваш муж, отец ваших детей находится в тюрьме незаконно, потому что так захотел ваш отец. Да, совершенно верно. Из-за денег? Наверное, из-за денег, да. Захватили завод, рейдерский захват. Из-за новокубанского завода, чтобы захватить, приобщить его к своей финансовой структуре. И так, рейдерский захват, и, как следствие, оклеветали человек, и он до сих пор в тюрьме. Да, совершенно верно. И это сделал вожать. Да. Представить себя в нынешней жизни я могу все. Вы не можете мне описать что-нибудь настолько чудовищное, что я скажу, что это невозможно. Я точно не могу понять, мне не хочется этого понимать. На старости лет внуки 5 и 7 лет и дочь в обмен на акции коньячного завода. Роднебедные люди, до вьюга все работал человек. Вот как, на старости лет акции завода в обмен на внуков и дочь. Ведь он же не видит внуков, а ваш муж заботит в тюрьме. Причем по оговору, то есть дело сфабриковано наше предположение. Да, причем они совершенно спокойно к этому относятся. Что с людьми происходит? Вот как? Вообще, этого никто не понимает, и мне бы очень хотелось найти ответ. Но это же нож в спину. Это, ну как так можно? То есть по отношению к себе, еще раз, я просто хочу все понять. Со стороны отца и мамы вы такого никак не ожидали? Или тоже были напряженные отношения, они были против, я не знаю, что было. Конечно, нет, было недопонимание, да, друг друга, какой-то конфликтной ситуации, которую можно было решить любыми путями, в первую очередь переговорными, но никто не разговаривал, не общался и так далее. То есть тюрьмой и все будет наше. Ну вот да, как-то так быстро. Я не понимаю, для чего столько денег, если нет семьи, если ты не видишь внуков, если тебя ненавидят дочь и внуки ненавидят. Видишь ли, я прожил свою жизнь, по принципу, будет день, будет пища, и мне пока хватает. Я на уровне своей бедности так и продержусь. Главное, не брать в долг, вот единственный мой принцип. Внуки и дочь в обмен на акции. Ну что я могу сказать? Он уже наказан. Он уже наказан. Ну семьи же, семьи, это же тоже тайна, это же не прайды. Вот я однажды приехал к своему другу на день рождения, и один из представителей военной разведки вдруг говорит, ну ты мне какой-нибудь прогнозик дай, что будет с долларом, а то вот, значит, мне ничто не нужно, кроме моей семьи, меня больше кроме семьи вообще ничто не интересует, мне все по барабану. Ну я же человек податый, я не хочу отвечать. Я поднял рюмку и говорю, давайте за маму именинника. Выпьем? Да, да. Екатерина Петровна была настоящим человеком своего времени. Я говорю, какого времени? Он остановился. Я говорю, какого времени, сука? Времени великих свершений, абсурда. Ты говоришь, что тебя только твоя семья интересует. Вот ты альбом откроешь, ты внучке, прабабушку, что будешь рассказывать? Коротенький обрывок рода, два-три звена, и уж видны заветы темной старины. Значит, есть ли теряется смысл, есть ли теряется история вообще, как может сохраниться история своей семьи? Я позвонила, естественно, ему. Я позвонила маме. В ответ я услышала, что он не желает общаться на эту тему. А мама что говорит? Ну, мама абсолютно на стороне папы. Все-таки деньги главное. Ну, вы знаете, раз возникло такое уголовное дело, я не думаю, что из-за личностных отношений. Кто идет в уголовное дело против вашего супруга? Он один в тюрьме? Он один. Кто идет в дело? Следственный комитет. Краснодарского края? Краснодарского края. Чего он обвиняется-то? Мой муж Герман Политинский является организатором преступной группировки, которая мошенническим образом пыталась завладеть имуществом... Коньячного зуба? Какие доказательства? Ни одного доказательства. А как тогда он в тюрьме? А это никто не знает. Следствие велось всего два месяца. И уже есть приговор суда? Уже давно есть приговор суда. Так, подождите. Если нет никаких доказательств, суд не разобрался? Суд помог. Он внес такие свидетельские показания, которых вообще не существовало. Кто? Судья Пиранков. Дело заказное, утверждаете вы? Да. Утверждаете? Не предполагаете, утверждаете? Конечно. Или действительно потеря смысла? Я вообще в будущем времени не думаю. Почему? А потому что это бессмысленно. Но ведь смыслы теряются действительно. Вот то, о чем Гургенен говорит. А они были? Был обман. Я не обманывался. У меня и смысл был свой. У меня был смысл написания текста. И я его находил. Другого смысла не видел. Ну, может, я бы тебя за эту шермочку и спрятал-то. Не хотелось достичь качества в тексте. Не врать никогда. В тексте. Вот именно. Вот главные слова. Не врать. Самому себе в своем деле. В жизни там еще как-то с оговорками. Да? У кого как. А вот дело, дело честно. Любое дело, дело честно. Андрей Георгиевич, я позволю себе рассказать еще одну историю. Федеральные власти, в общем, боролись за дома старые особняки. В Москве даже появились такие странные слова. Памятники федерального значения. Как будто бывают памятники районного значения. Так мы скоро до дворов дойдем. И вот что из этого получилось. Еще одна история. Потом свяжем все проблемы воедино. Вчера была юбилейная 50-я проверка. Какая по счету? 50-я. Никакого особняка нет. Что это такое? Значит, до 1800, в 1825 году, я вам там принес, у меня книги эти есть. Было 6 зданий. Это Лефортово? Лефортово. Объединили эти здания и сделали одно двухэтажное. При советской власти надстроили еще три этажа. А ресторан внизу? На первом этаже. Это собственность вашей компании? И там же я живу. Там, где ресторан, рядом ваша квартира. Совершенно верно. Одно помещение? Одно помещение. А чиновники через прокуратуру района подали на меня в суд за якобы нарушение санитарного режима. Грубейшее нарушение. И приостановили мою деятельность на 30 суток. Нарушение в том, что у меня, дескать, нет туалетов для посетителей. У меня их два. Нет туалета для персонала. У меня их два. То есть написано неправда? Во-первых, не то, что неправда. Ко мне никто не приходил. То есть даже проверки не было? Проверки не было. Просто написали бумагу? Абсолютно. Никто ко мне не приходил. От фонаря, если говорить. От фонаря. Мало того, у меня есть заключение, выданное нашим окружной СЭС, о том, что я имею полное право функционировать. И у меня все законно. Мало того, я сделал повторное заключение. То есть все туалеты, все есть? У меня все законно. Ну, ты где пожвонят, кому-то сейчас есть, что побеждать. По кому звонит колокол? Вот смысл. Ну, так я только что посетил своего сына и своих трех внуков. Он нашел время, я нашел время. Это такие качественные дети. А почему? Эта семья, вот, сын с его женой, определились в детях. Я понял вдруг свой бесконечный грех задним числом, что я так в детях не определялся. Обеспечил, наохотился, принес тушу, вот, на первобытном уровне совершенно. Мой сын так себя, наконец, нашел, нашел себя в том, что у него есть дети. А как вот так можно написать, что нет, когда оно есть? У меня сложилось такое впечатление, что хотели просто мой бизнес разорить. Но если это ваша собственность. Так я в квартиру свою собственную войти не могу. Купленную квартиру. Как в квартиру? И квартира тоже опечатана сегодня? Полностью опечатана. То есть посчитали, что и квартира, и ресторан некое помещение единое? И все опечатали. И вы бомж сегодня? Ну, мне предложили идти жить к сыну. У вас же сын ездит, да? Это те, кто опечатал, предложили? А кто опечатывал, милиция? Нет, судебный пристав. Ну, на основании чего человек пошел под суд и еще получил срок? Сколько ему дали? Девять лет. За что? За то, что он является организатором. Это написано. А по факту что в документах? А по факту нет ни одного документа, который бы указывал, что Герман Политимский имеет хоть какое-то отношение, а, к заводу Новокубанова. Он вообще к заводу никакого отношения? Вообще никакого. Ни акции, ничего? Ничего вообще. То есть так любого человека с улицы можно взять и сказать, вот, твой завод иди в тюрьму. Абсолютно верно. Показания были свидетельские, в которых указывалось, что Герман знает каких-то людей, которые имели отношение к этому заводу. Скажите, кого я знаю? Я знаю полстрана. Абсолютно верно. Вот именно так. Это называется показаниями? Да, это является показанием. И они что показали? Они знают, кто такой Герман, что он работал в компании Сетхолдинг, а вот все, что касается Новокубанского завода, они или предполагали, или не знали, или, может быть, знали, но не уверены. Именно так. Это называется показаниями? Да, это является показанием. Если теряется смысл, если теряется история вообще, как может сохраниться история своей семьи? Как можно назвать 70-80 лет временем человеческого полного абсурда и кошмара, и после этого листать альбомы? В альбомах-то люди этой эпохи. Это дурдом. Смешанное, поломанное, разорванное сознание, которое бесится, кусает себя за хвост, которое не может примириться с самим собой. Мало того, я у судей спрашиваю, скажите, а что, разве вступила в законную силу ваше решение? Она говорит, ну, если вы подали в свое время на конституционную жалобу-то нет. Я ее подал в свое время на. И все равно опечатали? И все равно опечатали. И судебный пристав сказал, либо на улицу, либо к сыну. Да. И квартиру отняли? Отняли. Я у судей спрашиваю, а что мне дальше делать, месяц закончится? Она говорит, как, что открываете и работаете. А исправлять-то мне что? Какие предписания? Что я должен сделать? Она говорит, я ничего не знаю. Идите, к адвокату вам все объяснят. То есть ни искусство, ни литература, ни кошмар самой жизни. Нас не могут воскресить не точное слово. Воскресить нас может встреча с самими собой. Вот все возможно, если есть культурная матрица. До тех пор, пока продолжается подмена развлекаловкой и всем прочим, великой вот этой культурной матрицы, исчезает пытливый русский ум. Он может быть корявым, но он всегда ищет с предельной страстью последних ответов. И пока мы таковы, все возможно. Побеждать-то есть в это время, что каждый день надо побеждать. Да, но желание воевать-то уходит, бороться. Желание жить, если угодно жить. Как говорил Федя Протасов у Льва Николаевича Толстого, убежав к цыганам от семьи, убежав, жена моя замечательная женщина, все хорошо, изюминки нет, изюминка должна быть. Во-первых, ее все-таки находит каждый человек сам. Я не верю ни в какие массовые решения. Но дух-то уходит, а, Андрей Георгий? Ну, а куда дух уходит? Из меня он не уходит, из моих друзей он не уходит. И так далее. А молодежь другая совсем. А кто подсчитывает этот дух? Простите меня, кто подсчитывает этот дух? Олег Волков, сосед, подача. Какой был дух в этом старике? Сколько он лет? Простил, где 30 в тюрьме? Больше? Он? Одноклассник Набокова, русский писатель, погружение во тьму. Книга действительно замечательная и недооцененная. Сколько он прожил? 90 с чем-то? 96 прожил, и, кстати, прожил бы и 100. Я помню, как у меня был всплеск ненависти к советской власти, когда уже ее не было. Он вышел с такой же гряхлой собакой погулять, и в ничем не огражденный открытый люк наступил около элитного дома. 30 с лишним лет в лагерях выжил, а вот в люк попал. Переломы в 95 лет... Не срастаются. Да. И то он год еще боролся, поэтому отпустили его. Нет же такого сегодня, нет. Да, отпустили его. У него выставка была на юбилее 90-летнем. Все справочки, 6 штук. 6 посадок. С февраля 27-го, вот это я помню. Вот таких характеров не встретить сегодня. Жили я не прошу, а? А он мне сказал одну вещь. А знаете, почему я все это выдержал? Я ведь за свою жизнь ни разу не выматеривал. Вот вам позиция. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ